В руках у Леонида Бляхера лосьон-боярышник, который находится в свободной продаже. Его там многие и употребляют, по мнению депутата, а вследствие травятся. Бороться с суррогатом – вот к чему призывает Бляхер. Депутат против ограничения времени продажи спиртного в магазинах. Но сегодня на круглом столе он одинок в своем мнении. Никто из собравшихся Бляхера не поддержал. 100 грамм на стакан разлив, получается стакан водки. Получается 200 грамм. Мне хватает до обеда. С обеда еще стакан, опять хватает. И все получается, какая сумма? 30 рублей, 40 рублей. Всего лишь. Даром, пей, не хочу. Это реклама. Это запрещено показывать по телевидению бесплатно. Кого? Какая реклама? Это за деньги рекламироваться. Не берите грех на душу. Не поднимайте эту ситуацию об продлении. Большой грех. У вас свое мнение, у меня свое мнение. Да, мы сегодня только за 9 месяцев прошлого года потеряли только по виноводочным изделиям 200 миллионов товарооборотов. Не считая других товаров. А то, что грех на душу, грех на душу, Николай Ильичевич, надо брать. Тому, кто разрешил вот это все дело делать. И надо бороться вот с этим, с суррогатом и вот с этим боярышником, а не с запретительными мерами. В полемику вмешался депутат Игорь Марковец. Поднимите руку, кто за то, чтобы увеличить количество времени продавать спиртную напитку с присутствующим. А кто за то, чтобы оставить так, как есть или уменьшить. Путем голосования определили, что против продления времени оказалось абсолютное большинство. Хотя было озвучено и особое мнение. Если бы монополия была, то я уверен, что большинство проблем отпало бы само собой. А суть разговора о том, что до 9, до 11 или еще там по времени ограничивать или наоборот удлинять время продажи алкогольной продукции, я считаю, что это уже второстепенно. Принять закон о монополии на продажу алкоголя нужно на федеральном уровне, добавил Федор Бураев. Иначе регулировать этот рынок, по его мнению, невозможно. Дарья Белоусова, Екатерина Капустина. Новости дня.